Доброго времени суток всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Гуга. Поговорим о том, как можно изменить заводские настройки в механическом реле-давлении. Вначале необходимо выключить питание реле, затем при помощи отвертки необходимо снять крышку корпуса реле. Теперь мы можем видеть две регулировочные пружины, которые фиксируются гайками. Регулировка нижнего и верхнего предела давления осуществляется гайкой большой пружины. Заводская настройка нижнего предела давления 1,4 атмосферы, верхнего предела 2,8 атмосферы. Между этими значениями всегда присутствует дельта или разница. В заводской настройке эта разница составляет также 1,4 атмосферы. Закручивая гайку большой пружины по часовой стрелке, вы поднимаете давление. Отворачивая гайку против часовой стрелки, понижаете давление. При этом нижний и верхний пределы давления увеличиваются или уменьшаются на одинаковое значение. Потому что между этими значениями всегда присутствует дельта или разница. Уменьшение или увеличение самой дельты между нижним и верхними пределами осуществляет уже гайка малой пружины. Вращая эту гайку по часовой стрелке, вы увеличиваете дельту, отдаляя нижний предел от верхнего, который остается неизменен. Вращая против часовой, наоборот уменьшаете дельту, приближая нижний предел к верхнему. Чтобы было более понятней, давайте разберем регулировку реле на примере. Перед нами стоит задача поднять давление выключения насоса до 3,5 атмосфер, потому что заводские параметры в 2,8 атмосфер нам не подходят. При этом необходимо оставить давление включения прежним на значение в 1,4 атмосферы. Наше действие. Действие первое. Вращаем гайку большой пружины по часовой стрелке до тех пор, пока давление выключения не поднимется до необходимых 3,5 атмосфер. Соответственно, учитывая дельту, давление включения тоже поднимется до 2,1 атмосферы. Действие второе. Вращаем гайку малой пружины по часовой стрелке, сжимая ее, пока давление включения вновь не встанет на 0,4 атмосферы. При этом давление отключения останется на отметке 3,5 атмосфер. Вот и все. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Я же с вами прощаюсь, всего вам доброго, до скорых встреч.